До других тем. Конкурсы прихожей у Гомеля охопили шмат икие сферы. Это и студентская сяродь, и медицина, и вытворчасть. Выбрать самую пригожую супрацовницу выросли и на Гомельском химическом заводе. Конкурс собрал 12 финалисток, представниц самых разных профессий. С претендентками на корону переможцы познайомилась Ханна Коральчук. Замец звыклых кабинетов и цехов подум на его сегодня вышли 12 пригожих и отважных супрацовниц Гомельского химзавода. Инженеры, лаборанты, экономисты и маркетологи в першине в истории предприятия споборничают за титул самой приватной и талиновитой супрацовницы. Для каждой девочины это великая отказность, бо в зале их коллеги и керавництва. Как принять уделу конкурсе, прихожей не повинны были пройти кастинг. Он включал сумовье и заполнение анкеты, а вот до внешних параметров особливых потребований не было. Головное – добрый настрой и уповненность у себя. На протягу месяца финалистки працевали над постановкой шоу у Центра моды и прогожости «Хрустальная нимфа». Разом с профессионалами девчины тренировали грациозную походку на занятках по дефиле и навучались сучастной хореографией. Видны разительные перемены у всех девочек. Если сначала мы пришли, буквально не могли сделать пару шагов, то сейчас, конечно, вы сегодня все увидите. Все будет шикарно и очень красиво. Самое сложное, наверное, для меня были некоторые элементы дефиле, потому что все-таки даже на высоких каблаках выстоять просто иногда тяжело. А ходить, когда ты нервничаешь, когда ты переживаешь – это особенно. Кожная девчина старалась показать себя с лепшого боку. После представления у дельниц глядачоу чекал яркий и запальный танцевальный номер. Он стал и проверкой таленту и артистизму финалисток, и демонстрацией авторских костюмов от столичного дизайнера. Все образы были тематичными – стыляги, марачки и джазовая красуня 20-х годов. Конкурсантки отчували себя на сцене свободно, были живыми и эмоционными, чего часом не хватает многим моделям. Увы, некую титул другой вице-мисс достался инженеру-технологу Марии Кузьминой. Первый вице-мисс стал документовед Оксана Сайкова. Коронную стушку переможца отримала оператор Алена Смусянок. Я работаю оператором ВМ в цехе 2 нового суперфосфата. Решила, почему пойти. Это опыт для каждой девушки, наверное, очень интересный и важный в жизни. Надеюсь, что первый блин не будет комом и всем понравится. Это в дальнейшем будет такое традиционное мероприятие. На заводе очень много прекрасных, очаровательных женщин. Помимо того, что они умеют хорошо делать свою работу, они еще могут себя представить в других всевозможных, в том числе и конкурсах, либо в других действиях. Поэтому хотели проверить, действительно ли так. Ханна Корольчук, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».